Россиянам, привыкшим добираться до работы или ездить на море своим автотранспортом, возможно, придется искать альтернативные способы передвижения. С инициативой запретить автомобилям с бензиновым двигателем въезд на курорты и в города-миллионники рассматривается правительством страны. В этом вопросе подробно разбирался Алексей Коваленко, ведущий рубрики «Город финансы». Здравствуй, Алексей. Так что, прощай двигатель внутреннего сгорания. Приветствую, Анастасия. Нет, конечно, эта инициатива связана с разработкой правительством мер господдержки развития электротранспорта. Сейчас электротранспорт в тренде и у нас, и если помните, в городе уже открыли станцию для подзарядки электрокаров. Подробно об этом не только расскажу через несколько секунд. Спонсор рубрики «Финансовая группа «Сберегательный союз». Телефон 8800-5977». Полная переориентация исключительно на поддержку инновационных видов транспорта, в том числе электромобилей, предполагается уже с 2020 года, что зафиксировано в проекте «Стратегия развития автомобильной промышленности». Пример министра страны Дмитрий Медведев поручил министерствам проработать меры господдержки электрического транспорта. Среди предложений документ об ограничении использования машин с двигателем внутреннего сгорания в крупных городах и на курортах, пишут известия. Речь о полном запрете не идет. Автомобили, которые не будут соответствовать экологическим стандартам, скорее всего, будут ограничены в использовании. Возможно, им будет запрещено въезжать в некоторые городские зоны, считают в Минэкономразвитии. На Кубани задержали 88 тонн зараженных калифорнийским цветочным трипсом фруктов из Турции. Вредителей нашли во время досмотра теплоходов порту Новороссийска, сообщает прислужба управления Россельхознадзора. Всего было заражено более 11 тонн персиков, 29 тонн нектаринов и 48 тонн абрикосов. Наличие вредителя в продукции подтверждено заключением Краснодарской межобластной ветеринарной лаборатории. Добавлю, что калифорнийский цветочный трипс – опасный вредитель, большая часть популяции которого неуязвима для обычных химических обработок. Рубль продолжает дешеветь к основным валютам вслед за нефтяными ценами. Официальный курс доллара США, установленный Центробанком с 4 августа, составляет 60 рублей 75 копеек. По сравнению с предыдущим значением, курс вырос на 17 копеек. Стоимость европейской валюты также выросла на 27 копеек по сравнению с предыдущим значением. И официальный курс евро, установленный Центробанком на завтра, составляет 71 рубль 95 копеек. Это, когда вырастут мои дети. Финансовая группа «Сберегательный союз». Сбережения до 17% годовых. 8 800 5 977. На этом все, Анастасия. Остается только добавить. К сожалению, электромобили сейчас роскошь, а не средство передвижения.